здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу показать вам еще один необычный храм это церковь и она предтечи поездка к нему состоялась в октябре 2018 года это такое одиноко стоящее круглое сооружение в чистом поле обдуваемая всеми ветрами по внешнему виду напоминает башню или колокольню если не знать что это такое и что это связано с религией то по внешнему виду догадаться никак невозможно однако на картах яндекс написано что это храм значит так и будем для удобства называть а храм это или нет друзья вы решите сами когда все увидите своими глазами официальной информации по немного все что у нас есть это знакомая нам книга приходы церкви тульской епархии извлечения из церковно приходских летописей издание тула 1895 года именно в ней мы и читаем краткую официальную историческую справку село крутое находится в расстоянии 24 версты от тулы 45 верст от крапивны и 12 верст от станции присады с израно-вяземской железной дороги в версте от села протекает река шиворонь впадающая в упу приход образовался через отчисление некоторых селений от других приходов и в настоящее время состоит из следующих деревень аненка выселки бухарина подосинки мясновка плеханова заметено зуева и круглое прихожан значится 806 душ мужеского пола и 824 женского пола каменный храм во имя усекновения главы святого я на крестителя построен в 1772 году князем иваном ивановичем гагарином храме два предела по правую сторону во имя покрова пресвятой богородицы и по левую во имя святителя николая особо чтимая икона храмовая то есть усекновение главы святого иоанна предтечи приходскому празднику на поклонение этой иконе собирается много народу даже из окрестных селений при храме есть усыпальница на содержание храма имеются вклады на сумму 315 рублей 91 копейка в составе притча находится священник и псаломщик их пользуют проценты с 325 рублей усадебной земли около двух десятин пахотной двадцать семь десятин и луговой семь десятин при церкви с 1893 года существуют школы грамоты конец кратко официальной исторической справки друзья по официальной информации хочу сделать некоторые комментарии первое на моей памяти это первый случай когда известно основание прихода и причина основания год как ни странно не указывается но по крайней мере для разнообразия нам сообщают что этот приход сформировался отделением деревень от других приходов неизвестно когда образованных второе про деревянный храм не говорится ни слова сразу в 1772 году был построен каменный то есть кирпичный храм третье личность человека построившего храм вызывает еще больше вопросов согласно официальной информации это был князь иван иванович гагарин однако из предыдущих фильмов про плавск мы знаем что самым первым князем гагарином на тульской земле был сергей васильевич гагарин купивший в середине 18 века село сергиевское ныне город плавск причем плавск отстоит от нынешнего храма в 47 километрах не слишком ли далеко имел интерес князь от своего имения в селе сергиевское а что если это совершенно другой гагарин и вот тут листая родословную которая к слову сказать очень хорошо задокументирована мы обнаруживаем что примерно в то же время когда в сергиевском жил князь сергей васильевич гагарин в это же время жил другой князь гагарин иван иванович умерший только в 1778 году причем оба эти князя были родственники разветвление родословной произошло всего шесть поколений назад согласно официальной истории интересное дело друзья мои большинство из нас не знают своих предков далее третьего четвертого колена а родословная гагарин их расписано по каждому поколению до рюрика и даже дальше однако вернемся к нашему храму стоит он на небольшом пригорке высота этого пригорка довольно интересная она примерно равна недостающей высоте некоторых арок позже вы это увидите сами внутри насыпан песок местные жители рассказали что песок насыпали совсем недавно чтобы не было грязи еще в 2017 году никакого песка не было сам храм круглой формы как снаружи так и внутри причем внутри места очень мало и снова встает вопрос о размещении прихожан как тут могли расположиться полторы тысячи человек а на праздники как мы читали приходили люди даже с других селений храм почему-то сделан узким и высоким а по логике должен быть широким он больше напоминает башню чем основной объем церкви как всегда видим мощные стяжки соединенные замок без обеспечения электрического контакта причем эти стяжки были заложены сразу при постройке они добавлены потом опять же зачем такое физическое усиление и без того толстых стен сами стены очень толстые выполнены крупноформатным кирпичом на известковом растворе апсиды не сохранилась но место где она предположительно была направлена на юго-восток и также имеются толстые стяжки для привязки апсиды или некого строения к основному объему также имеются остатки стены этого строения повсюду разбросан кирпич обратите внимание на боковые арочные проходы в апсиду четко видно что их разбивали вверх чтобы увеличить высоту то есть изначально при строительстве их запланировали но потом почему-то оказалось что они низкие и высота на которой они пробиты вверх примерно соответствует высоте пригорка на котором стоит храм как мы помним из официальной справки при храме есть усыпальница но не говорится точно где она находится под храмом или где-то рядом но даже внешний вид храма говорит нам о том что он засыпан однако в беседе местные жители не смогли ни подтвердить не опровергнуть существование подклета ну то есть нижнего этажа сожалению местные жители знают не более того что дает официальная информация западной точнее с северо-западной стороны мы видим также торчит длинная и толстая стяжка возможно что тут была трапезная что само по себе уже странно большинстве осмотренных нами храмов трапезная строилась позднее основного помещения храма причем разница во времени порой доходила до нескольких десятков а то и сотен лет и было бы очень странным если бы стяжка все это время просто болталась в воздухе у всех на виду но справедливости ради нужно отметить что на основной стене не видно следов пристроенной стены как например со стороны апсиды там явно видно что стена апсиды или пристройки составляет единое целое складкой основной стены как бы там ни было но пристроенной часть к основному объему была совсем небольшая по площади так как совсем рядом начинается склон пригорка а по валяющемуся вокруг в огромном количестве кирпичу становится ясно что этот пригорок это обломки разрушенного строения которое тут было и становится понятно что эта пристройка была размером не больше того что сейчас называют апсиды который располагается с противоположной стороны еще один очень важный момент снаружи храма по всему периметру на одинаковой высоте имеются закладные квадратные отверстия очень похоже что вокруг храма был устроен шатер или навес или помост причем эти закладные не выдолблены они были предусмотрены при постройке храма то есть задумывались изначально в одной из них мы видим технологический проем наверх причем этот проем был сделан также при возведении стены но он без копоти значит это не дымоход тогда что это вытяжка вентиляция волновод друзья вы представляете толщину стены что в ней стало возможным разместить винтовую лестницу изнутри храма место где проходит лестница выглядит вот так имеется небольшое утолщение стены для придания прочности теперь давайте поднимемся по этой лестнице вверх так я полез и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...